Садимся ровно, руками фиксируем плечи, чтобы не наклонять корпус вперед. При этом стараемся соединить лопатки вместе, а подбородком тянемся вверх и вперед, одновременно прижимая язык к небу. Следующие приемы будем выполнять по крему. Ставим пальцы в месте крепления мышц депрессоров и произносим звук О. В это время наши пальцы скользят по мышцам, расслабляя их. Расслабляем щечные мышцы. Прижимаем пальцы в уголках губ, мягко фиксируя ткани. Сдвигаем их от центра, в более быстром темпе произносим звук О. Теперь расслабляем латеральную мышцу носа, которая при укорочении и спазме образует начало носогубного залома. Ставим пальцы у крыла носа и немного смещаем ткани вверх. Затем произносим звук О и наши пальцы скользят по латеральной мышце носа, удлиняя ее. Сейчас будем работать с мышцей, поднимающей крыло носа и верхнюю губу. Ставим пальцы в середине носогубного залома, примерно под зрачками. Подтягиваем ткани немного вверх и произносим звук О. Теперь будем расслаблять скуловые мышцы, которые также оказывают влияние на формирование носогубных складок. Ставим пальцы на область носогубного залома, подтягивая мягкие ткани немного вверх и произносим звук О. Во время выдвижения пальцы легко скользят по мышцам. Также можно делать это упражнение основанием ладони. Важно понимать, что мы не оказываем сильного воздействия, мы лишь фиксируем и слегка смещаем ткани по направлению мышечных волокон, для того, чтобы вернуть мышцам их физиологическую длину. Продолжение следует...